Из писем Евгении Эдуардовны Бломквист Надежды Павловны Гринковой, 1942 год. 26 января. Дорогая Надя, пишу с оказией. Наши едут с эшелоном 28-го. Села написать пару строк в бомбоубежище при коптилке в нашем музее. Я здорова. Хожу в музей три раза в неделю. У нас все замерзло в музее. Работать уже не приходится. Думаю, все о вас. Как-то вы там, дорогие мои. 13 февраля. Пятница. Утро. Надюша, родная моя, как мучительно быть столько времени без вестей. Без тебя ничего не знать, живы ли вы все там. Как живете? Где и как устроились? Как ты пишешь пространство. А иначе я тебе послала бы уже массу писем. Сколько их я написала тебе мысленно, шагая на Васильевске и обратно, по нашему необычайно красивому и в то же время жуткому и страшному в наши тяжкие дни городу. В воскресенье 8-го выехала наша первая академическая партия эвакуирующихся. Мы успели за спешностью сборов уехать только трое. Наш директор по хозяйственной части Шапир с женой и аспирант Смирнов. Вторая партия намечена между 15-го и 18-го. По-видимому, будет массовый выезд. Только не все дождутся. У Вяткиной на днях умер муж, заулок Серебровский. Она очень это переживала. Умер Пушкаревич. Он давно уже был в стационаре. Очень плоха Вера Васильевна. Умерла наша Елизавета Прокофьевна Эмми, давняя помощница Дудина. Хочется работать. Думать, что многое еще смогу сделать. Я здорова, чувствую себя неплохо. Только голодна. Если накормить меня как следует, то еще лет 10-15 по эмпириканистике много могла бы сделать. Хочу думать, что так и будет. 11-го нам увеличили норму. Дали 400 граммов хлеба. А теперь постановлено всем кандидатом и доцентом первая категория. Значит, по существующей норме 500 граммов. Получили масло по 150 грамм. Крупы по 375. Это вторая категория. Ждем больших улучшений. Дела ведь на Ленинградском фронте идут блестяще. Мечтаю о том времени, когда потеплеет и ликвидирует немцев. И я смогу проехать, посмотреть на то место, где стояла наша дача. 2 мая. На дежурстве в музее. Второй день у нас стоят дикие холода. Совершенно замерзаем. Кровь-то плохо греет. А подкожного жира, собственно, неснимаемой фуфайки, как известно, не осталось. Весь стаял. Ну и застывает все. Холодно дома. Сейчас перебралась к печке. Сидим в канцелярии, где вторые рамы, то есть наружные, выбиты. Топим печку каменным углем. Пишу письмо на коленях у печки. А то иначе стынут руки, и каждое слово затруднительно. Сейчас ходим втроем. Назначили комиссию. Меня в качестве старого музейщика. Затем заведующий фондами и торрент обследовать состояние наших фондов после зимы. За эти месяцы умерла Кера. Она у нас была заведующая фондами, то есть официально учетом и хранением. И ее помощница. В результате потерялись ключи. Долго не могли туда попасть. Следили только, чтобы снаружи все было заперто. Теперь вскрыли. Сделали новые ключи. У нас четверной запор. Висячий замок. Французский. И два дверных ключа. Плюс пломба. И сейчас ходили, осматривали. Все для такой зимы особенно. В хорошем состоянии. Все на месте. Все цело.